МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свой очередной день рождения Муталиф Мерзоев из Кабардино-Балкарии встречает на приусадебном участке. За 101 год он так и не научился сидеть без дела. Он работает слишком даже много, вот неугомонный, зимой, летом. Я ему сколько раз говорю, меньше работай, отдыхай. Большую часть своей жизни миссерхан Чеченова проработала поваром. В 107 лет она по-прежнему главная хозяйка на кухне. Начинка готова? Да. Бабушка Дана из осетинского села Сурк-де-Гора только что помогала родственникам очищать кукурузу. Теперь проводит время перед зеркалом. Экстремальный возраст – не повод забывать, что она женщина. Я Дана Бичигуева. Мне больше ста лет. Как обмануть старость? Как подарить себе лишние годы жизни? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, команда российских ученых объездит весь мир. Вот, Мурат, настоящий памятник кавказскому долголетию. И по возрасту этого человека, ну и, собственно говоря, по оформлению этого надгробия. Да, 167 лет. Человеку невозможно столько лет прожить. Цель этой экспедиции – изучить историю, привычки и места проживания старейших представителей человечества. Сами того не подозревая, эти возрастные рекордсмены уже нашли рецепт долгого и здорового существования. Мистер Ханбекиревна, сейчас мы попробуем с вами провести небольшой тест. Сложите, пожалуйста, эту бумажку одной рукой пополам. На примере этих удивительных людей мы попытаемся вычислить оптимальную формулу долголетия. Свод правил столетнего человека. Кавказ. Один из крупнейших горных массивов на Земле. Среди этих снежных хребтов находится высочайшая точка России и Европы – Эльбрус. Этот рекордный пятитысячник – самый известный символ небольшой северокавказской республики Кабардино-Балкарии. Начиная с 2012 года, в ее столице, городе Нальчике, пытаются раскрыть секрет знаменитого кавказского долголетия. Меня зовут Джоубер Мезов Мурат, мне 24 года, я аспирант кафедры генетики Кабардино-Балкарского госуниверситета. Кандидат исторических наук, этногенетик Мурат Джоубер Мезов – активный участник этой научной программы. Вместе со своими коллегами он анализирует собранный по всему Кавказу биологический материал – кровь и образцы ДНК долгожителей. Допустим, у меня был такой случай, когда дети, внуки не разрешили мне брать кровь у своей бабушки. Причина отказа в том, что, мол, ни разу в жизни их бабушка не сдавала кровь, ни разу в жизни ей не делали уколы, она никогда не принимала лекарственные препараты. Этой бабушке в этом году исполняется 108 лет. Цель ученых – найти в генах носителей возрастных аномалий ключ к активной и здоровой старости. На Кавказе проживает огромное количество народов, этносов, субэтносов. Каждый народ друг от друга отличается. Некоторые народы проживают в горной местности, другие же народы проживают в предгорье, либо на равнинной части Кавказа. Но все-таки и среди тех, и среди других мы встречаем большое количество долгожителей. Во всяком случае, людей, которые утверждают, что они являются долгожителями. Как правило, года рождения записывались со слов самих же долгожителей. Время рождения запоминали по каким-то событиям, по событиям, которые произошли в данном селе, либо в данной семье. Само собой, такая техника запоминания ошибочна. Например, официально признанный самым старым гражданином СССР Ширали Муслимов умер в 1973 году в возрасте 168 лет. В деревне Барзаву, высоко в горах, живет Ширали Муслимов. Ему 158 лет. Он был современником Пушкина и Лермонтова. К сожалению, этот рекорд невозможно подтвердить документально. Именно поэтому зачастую ученые-геронтологи сомневаются в достоверности возрастных показателей. Трудно поверить, что человек может жить до таких лет. Если говорить конкретно о балканском народе, то мы можем сказать, что человек, празднующий 100-летие, обозначается термином «жузелек». Существует также и термин, обозначающий 150-летие. Это кештейк. То есть мы можем сказать, что в давние времена люди праздновали 150-летие. Или, как мы предполагаем, возможно праздновали 150-летие. Как ученому мне сложно поверить, что человек может прожить более 120 лет. Эти столбики на мониторе – фрагменты ДНК, ассоциированные, то есть связанные с тяжелыми заболеваниями – раком, инфарктом или болезнью Альцгеймера. У долгожителей эти опасные участки, как правило, спят до глубокой старости. Ученые ищут причину подобных генетических особенностей в генах 50-ти кавказских старожилов, перешагнувших 100-летний рубеж. Одним из первых вклад в базу данных геронтологов сделал человек, которого наш эксперт Мурад Джоубермезов знает с детства. Они живут в одном поселке. Меня зовут Муталиф. Я сын Мирзоева-Султана. Мне 101 год. Муталиф Султанович Мирзоев – настоящий горец. Первые 20 лет своей жизни этот подтянутый старик провел высоко в горах. Его родовое селение, Верхний Чигем, находится на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Я с 10 лет помогал отцу в горах смотреть за скотиной. Потом в совхозе работал. Был пастухом. Я в такие горы забирался, что никому не пожелаю. На равнину Муталиф Султанович переехал в конце 30-х годов прошлого века. Оказалось, он талантливый исполнитель национальных песен. Но карьера артиста у горца не сложилась, помешала война. Муталифа Мирзоева распределили в кавалерийский полк. Мы Крым с шашками защищали. Немец нас в 41-м танками окружил. 500 всадников в плен попали. Из австрийского лагеря военнопленных Мирзоева освободили только в 1945 году. До этого он трижды пытался бежать. Каждый раз неугомонного кавказца ловили, избивали и снова отправляли на каторжные работы. Приказы на немецком навсегда остались в памяти кабардино-балкарского долгожителя. На летней веранде с утра готовятся к застолью. 1 июля – особая дата семьи Мирзоевых. Сегодня Муталифу Султановичу исполняется 101 год. Первое послевекового юбилея – годовщина долгожителя – скромное торжество. В дом его дочери в поселке Яникой приглашен узкий круг родных и знакомых. Современная кавказская кухня сильна своими традициями. Ее основа – национальные блюда, которые не менялись веками. В Кабардино-Балкарии визитная карточка любой хозяйки – лепешки с начинкой, хычиной. Эти круглые пироги с картофелем, сыром, зеленью или мясом – любимое блюдо кабардинцев и балкарцев. В остальном же национальные кухни этих народов отличаются друг от друга. Один народ больше занимается скотоводческой деятельностью, то есть продуктами питания у них являются кисломолочные продукты, либо мясо. Другой народ занимается больше растительностью, то есть выращивают разные сельскохозяйственные культуры, то есть питаются разными продуктами. Аксакалы этого региона с детства придерживались разных систем питания. В их гастрономической истории трудно найти общий источник долголетия. Но, как и сто лет назад, большинство ингредиентов на этом столе – местные, натуральные продукты. Редкое исключение – праздничный торт из магазина. В тот же день в ста километрах от Яникоя у подножия горы Эльбрус чествуют другого кавказского сторожила. Запись в его паспорте гласит – старейший член семьи Узденовых появился на свет 1 июля 1909 года. Я Узденов Исхак Хашуевич. Мне 105 лет. Исхак Узденов родился и до сих пор живет в селении Верхний Баксан в Приэльбрусе. В отличие от большинства соседей, он рано научился читать и писать. Начальное образование Исхак получил в местной мечети. Его родители были глубоко верующими людьми. Два моих старших брата умерли за одну неделю. Меня забрали из школы и поставили учетчиком. Потом сделали счетоводом. Я даже был секретарем в сельсовете. В 1944-м нас всех репрессировали и отправили в Казахстан. Мы там долго были, еле выжили. А здесь работать не давали. А потом только чабаном смог устроиться. Исхак Узденов трудился на горных пастбищах до седьмого десятка. Религиозные заповеди и традиционные ценности определили стиль его жизни. В жизни папиросу во рту не держал. Это очень вредно. Сигареты убивают здоровье человека. Водка уничтожает жизнь. Как-то раз в мой бокал с вином добавили водку. И после этого я вообще бросил пить. Благодаря Аллаху. Он поддерживает меня. Этот мудрый старик, женившись на своей ровеснице, прожил в счастливом браке больше 70 лет. Любимой супруги не стало в 2013 году. Незадолго до этого в районной газете вышла заметка об уникальной паре долгожителей. Статья называлась «200 лет на двоих». Я люблю жизнь. Еще бы сто лет прожил. От жизни устать невозможно. У кого есть душа, тот в любом возрасте хочет жить. Несмотря на тяжелые испытания, преклонный возраст и потерю любимого человека, Исхак Узденов далек от уныния. Местные геронтологи считают, жизнелюбие характерная черта кавказских долгожителей. Меня зовут Алла Инарокова, мне 65 лет. Я председатель Кабардино-Балкарского геронтологического общества Российской академии наук. Профессор Алла Инарокова следит за здоровьем пожилых земляков с конца 90-х годов прошлого века. За это время в Республиканском центре геронтологии провели сотни психологических исследований. Имея возможность в геронтологическом центре сравнивать людей, мы пришли к выводу, что те, которые относятся к группе долгожителей, они эмоционально устойчивы, они позитивны. Это психологические какие-то моменты, это отношение к жизни, и, возможно, это какие-то генетические предпосылки. Повышенная стрессоустойчивость, уравновешенность и оптимизм эти качества присутствуют у большинства местных жителей, достигших столетнего возраста. Есть еще одно слагаемое их долголетие. Переступив порог старости, эти старики не остаются наедине со своими проблемами. Они, как правило, живут в больших семьях, где есть несколько поколений. Они нужны. Если долгожитель имеет место быть на Кавказе в семье, то он не брошенный, а наоборот, оберегаемый, и можно, наверное, с хрустальной вазой сравнить отношение к человеку в семье. Долгожители из Приэльбрусья окружают заботой и уважением шесть детей, двадцать внуков и двадцать восемь правнуков. Родственники отмечают его рассудительность и живой интерес к событиям, происходящим далеко за пределами родного селения. Исхак Хашуевич – прекрасный кандидат для короткого исследования. Мы сейчас проведем небольшой тест. Необходимо ответить на несколько вопросов. В каком году вы родились? В 1909. В июле. Это один из первых тестов в истории геронтологии. Серию из десяти вопросов для экспресс-проверки умственных способностей разработал в 1972 году профессор Генри Хоткинсон из Великобритании. Еще один вопрос. А когда началась Первая мировая война? Последняя? Первая. Вот это я не помню. Первая мировая война. Это я не помню. Конечно, он ответил не на все вопросы. Но на такие сложные вопросы, как кто является президентом страны, он ответил с поразительной легкостью. Имя президента России сможете назвать? Путин. Самым сложным было последнее задание. Необходимо было посчитать от 20 до 1 в обратном порядке. Но Исхак справился с ним потрясающе. Он посчитал не только на родном языке, но также и на русском языке. Исхак Узденов успешно выполнил половину заданий. Отличный результат для человека, появившегося на свет в 1909 году. Важнейшая задача нашей программы – верифицировать, то есть подтвердить возраст участников долгожителей. Оказалось, что сделать это на Северном Кавказе нелегко. Эксперты проекта, генетика Мурата Джоубермезова, ожидали настоящее погружение в историю и невероятные открытия. Поразительно многие старожилы этих мест отмечают свое рождение в один и тот же день – в начале июля. У большинства долгожителей данного региона день рождения попадает на 1 июля. Объяснение данному феномену заключается в том, что во время Советского Союза всех долгожителей, не знающих точную дату своего рождения, записывали на середину года, то есть 1 июля. После скрупулезного расследования ученому из Нальчика удалось выяснить истинный возраст Исхака Узденова. Но сначала мы отправляемся на поиски самого старого жителя Кабардино-Балкарии. В моей базе данного около 200 пожилых людей, из которых самому взрослому 108 лет. Но в этом селе живет бабушка, с которой я пока что не знаком. Как утверждают, ей более 120 лет. Эту пожилую женщину родственники зовут исключительно Нана – бабушка. За свою жизнь Нана воспитала 8 детей. Теперь нянчит праправнуков. Красавица, моя золото! Вот бы на свадьбе твоей побывать! Близкие считают бабушку потомственным долгожителем. По семейным преданиям, отец Наны дожил до 114 лет. Никаких данных, подтверждающих этот факт, не существует. Точную дату собственного рождения бабушка не помнит. Честно, не помню. Моя фамилия Шаова. Говорят мне 125 лет. Официально зафиксированный учеными рекорд человеческого долголетия – 122 года и 164 дня. Единственное доказательство запредельного возраста кавказской долгожительницы – ее удостоверение личности. Если верить этому документу, Нану Шаова появилась на свет в позапрошлом веке. Во-первых, в ее паспорте указано нулевое число и нулевой месяц рождения. Это говорит о том, что никто, даже она сама, не знали день ее рождения. Во-вторых, младшая дочь бабушки родилась в 60-х годах. То есть при помощи математических подсчетов мы можем сказать, что бабушке было за 70 лет. Ну и, наконец, внешний облик долгожителя вызывает сомнения. Внешне она выглядит лет на 90. И не более. Российский паспорт этой женщины – правоприемник советского. Среди историков-геронтологов существует предположение. Раньше в некоторых странах один и тот же паспорт могли передавать из поколения в поколение. Возможно, желание людей долго жить и жить здоровой жизнью, оно заставляло именно таким образом относиться, как к феномену. И как к желанию иметь этот феномен в своем сообществе. Но это трудный вопрос, который требует исследования. Установить точный возраст кабардино-балкарских старейшин – сложнейшая задача. Они появились на свет в начале прошлого века. Как правило, исповедовали ислам. В мечетях факт рождения не фиксировался. Царскую власть подобные данные не интересовали. Раньше, до революции, фактически не вились метрические записи в населенных пунктах. Единственное упоминание о возрастных сведениях встречается в посеменных списках Нальчикского округа Терской области, составленных в 1886 и в 1905 годах. Но, к сожалению, по многим населенным пунктам нашего края они не сохранились. За последние 100 лет Республики Северного Кавказа пережили не одно тяжелое потрясение. Революция, гражданская война, фашистская оккупация, депортация 40-х годов. В результате из архивов пропадали упоминания о гражданах целых поселков. Мы пытались найти данные о их рождении, пытались найти материалы, касающиеся их семей. Но, к сожалению, никаких архивных материалов, касающихся долгожителей наших, мы не нашли. Правильное направление поисков подсказала биография одного из героев. 70 лет назад житель селения Верхний Баксан Исхак Узденов стал жертвой сталинских репрессий. Записи о нем сохранились в фондах Министерства внутренних дел. Результат таков, что только лишь возраст третьего долгожителя мы смогли подтвердить. Возраст второго не совпадал с возрастом, который был указан в паспорте. Он был младше, чем в паспорте. Документальное расследование доказало, Исхак Узденов на 10 лет моложе заявленного возраста. Этому кавказскому мужчине 95. По классификации Всемирной организации здравоохранения он тоже является долгожителем. Субтитры создавал DimaTorzok Старинное селение Кашхатау находится в 30 минутах езды от Нальчика. Репрессии 40-х годов 20-го века не обошли его жителей стороной. Данные из архивов НКВД свидетельствуют. Хозяйке этого дома тогда было 35 лет. Я миссерхан Чеченова мне 108 лет. Миссерхан Бекировна провела в изгнании почти 13 лет. После возвращения в родные места она ни разу не выезжала за пределы Кабардино-Балкарии. Большую часть своей жизни миссерхан трудилась поваром в горном колхозе. На пенсию бабушка вышла в 1968 году. Начинка готова? Да. В 108 лет миссерхан Бекировна помогает родственникам по хозяйству. Ее старшей дочери недавно исполнилось 83 года. Сейчас в России проживает 86 прямых потомков долгожительницы. Одних проправнуков 7 человек. Благодаря Аллаху я так долго живу. Ем как все масло, мясо, дышу тем же воздухом. Старейшая жительница поселка Кашхатау выглядит намного моложе своих лет. Приметы ее реального возраста слабый слух и медленная осторожная походка. Редкий случай 108-летняя женщина не жалуется на зрение. Она до сих пор может пришить пуговицу на рубашку. Хорошая моторика рук признак живости ума. Проверить это можно с помощью элементарного на первый взгляд упражнения. Мистер Ханбекеровна, сейчас мы попробуем с вами провести небольшой тест. Сложите пожалуйста эту бумажку одной рукой пополам. Тест с листом А4 входит в число стандартных заданий для пожилых людей. Медики используют его для проверки мелкой моторики и диагностики психологического состояния пациента. Очень важно как человек выполняет задание. Выполняет ли он его аккуратно или бросает его на половине пути. Поправляет ли он ошибки либо останавливается на достигнутом. И на основании всего этого мы можем сделать вывод о его настроении, о том бывает ли у него депрессии, апатия. О всем об этом мы можем сказать по результатам данного теста. Спасибо большое, вы молодец. Отлично. Мне от жизни много не надо. Я всегда умела радоваться и веселиться. Я и сейчас умирать не хочу. Хочу еще пожить. Здоровые долгожители постоянный объект исследований геронтологов. По статистике 10% всех столетних людей в мире не знают что такое болезнь. Миссер Хан Чеченова входит в число этих феноменальных рекордсменов. Давление 130, 70 бектап давление очень хорошее. Всем бы такое давление. Эта хрупкая женщина ни разу в жизни не лежала в больнице. Все ее клинические показатели в норме. Кардиограмма не вызывает у врачей опасений. Отклонений никаких нет. Ритм правильный. Но если сильно придраться, кипертрофия левого предсердия. Для ее возраста это отличная кардиограмма. Мы изучали сердечно-сосудистые заболевания, артериальную гипертонию и шимическую болезнь сердца. Их распространенность в зависимости от региона, даже маленькой Кабардино-Балкарии. Разделив республику на горы, предгорье и равнины, посмотрели на распространенность этих заболеваний. В высокогорье ситуация намного лучше. Климат по всей вероятности имеет влияние на состояние лиц пожилого возраста. По всей вероятности имеет значение тренированность людей, живущих в горах. Для горцев физические нагрузки естественные условия существования. Когда местные долгожители появились на свет, ежедневная работа была вопросом выживания. Кавказские старейшины сохранили эту привычку трудиться на всю жизнь. На Кавказе проживает более 50 различных этносов. Среди каждого из них мы можем встретить своих рекордсменов долгожителей. Их изучать начали еще со времен Советского Союза, но первая крупная экспедиция была проведена в 1957 году. И, кстати, она проводилась не в Кабардино-Балкарии, а в соседней республике Северной Осетии. Республика Северная Осетия Алания находится в самом центре российской части Кавказских гор. Их склоны и крутые возвышенности занимают почти половину территории республики. Как и в соседней Кабардино-Балкарии, здесь издавна существует настоящий культ долголетия. Меня зовут Суцый Васлан, я декан исторического факультета Северо-Остинского госуниверситета. Мне 46 лет. Кандидат исторических наук Аслан Суциев со студенческой скамеи интересуется прошлым своего края. С археологическими раскопками и экспедициями он не раз объездил всю Северную Осетию. Свидетельства особого отношения к возрастным рекордсменам встречались историку в самых неожиданных местах. Вот Мурат настоящий памятник кавказскому долголетию. Наверное, один из самых любопытных в Осетии и по возрасту этого человека, ну и, собственно говоря, по оформлению этого надгробия. Ну, мы ведь понимаем, что 167 лет человеку невозможно столько лет прожить. это какая-то мифическая личность или реальная? Я знаком с его правнуком, которому в будущем году исполняется 90 лет. И он говорит, что камень этот был установлен в 1913 году потомками вот этого Гисо Гигоевича Марзаганова. То есть, эта личность совершенно реальная. Хотя, вот то, что касается самой надписи, я считаю, что ее, конечно, когда-то подновляли. и по графике тут после согласной на конце еще одна буква бы была, как тогда в дореволюционном русском языке. Вот. И, скорее всего, не было бы написано памятник. Было бы написано под всем камнем покоиться. Внушительный камень с барельефом стоит на обочине популярного маршрута. Это наглядное доказательство того, что долгожительство кавказцев – предмет особой гордости их родных и знакомых. Очень хорошо был знаком с бабушкой моей супруги, которая недавно умерла. Она прожила 113 лет по паспорту. Она была 1895 года рождения. Причем она, будучи даже уже очень почтенного возраста, так немножко, наверное, по-женски кокетливо скрывала свои годы, когда ей было уже за 100, сын ей говорил, Надежда ее звали. Надежда, ну вот тебе уже 100 лет. Она обижалась, она говорила, как 100, мне только 70. Он начинал смеяться, потому что ему самому уже было 70, причем он был первым ребенком от ее второго брака. по статистике в Северной Осетии сейчас проживает 93 человека, перешагнувших столетний рубеж. Только 30% из них горожане, остальные сельские жители. Дана Бичегуева родилась в древнем горном ауле, расположенном на отметке 1700 метров над уровнем моря. В предгорный Иравский район республики она переехала уже в зрелом возрасте. Я Дана Бичегуева. Я из Дегорского ущелья. Мне больше 100 лет. У Даны Бичегуевой никогда не было свидетельства о рождении. В архивных документах упоминаний о ней не сохранились. Установить ее возраст мы смогли благодаря сельской прописке. Одним из источников, который может хотя бы косно подтвердить дату рождения или примерный возраст гражданина, являются похозяйственные книги, которые велись исполнительными комитетами сельских советов, и фактически сведения в них обновлялись с довольно небольшим периодом. По хозяйственные книги это уникальный источник информации о численности, возрасте, образовании и личной собственности граждан, проживающих на селе. Эти ежегодные отчеты органов местного самоуправления ведутся в России с 1935 года. Во многих сельских администрациях старые записи хранятся до сих пор. Поселок Даны-Бичегуевой не исключение. Вот по хозяйственной книге номер один администрация сельского поселения за 76-й год тут. И как фамилии вы сказали? Бичегуева. Сейчас посмотрим. Так, у нас стоит. Бичегуева, Дана Таркановна, 1907 года рождения, Светинка. Ну, читает и пишет. А она всегда здесь жила? Нет, они где-то в 50-х годах переехали жить из Трудегоры. Трудегорское ущелье. Да, где-то километров 70 отсюда в горах. Себа можно переписать? Пожалуйста. Раньше жизнь трудная была. Голодная жизнь. Детей у всех много, а еды в горах мало. Приходилось много работать и выживать. Ели ягоды, травы разные, топинамбур. Летом отправлялись на равнину. Там был полевой стад. Все лето работали, а поздней осенью возвращались, пропалывали и собирали кукурузу, пшеницу. родные. Как и сто лет назад, жизнь Бичагуевых связана с домашним хозяйством. В традиционных кавказских семьях существует жесткое разделение на женскую и мужскую работу. Вместе с воспитанием детей большинство забот в доме и по хозяйству ложится на слабую половину. я и танцевать любила, и петь. Мы со сверстниками редко веселились, разве что на свадьбах. В те годы всегда надо было быть первой и в работе, и дома. Не жизнь, а сплошная беготня. Выйдя на пенсию, Дана Бичагуева продолжала активно заниматься домашними делами. Большое количество свободного времени появилось у этой женщины только в очень преклонном возрасте. Сегодня жизнь Даны это необременительное общение с близкими и рукоделие. Но несмотря на преклонный возраст, Дана, как настоящая женщина, следит за своей внешностью. Эта бабушка в сто с лишним лет ухаживает за собой как молодая женщина. Она очень любит маникюр, макияж. И, как рассказали родственники, она до сих пор делает фруктовые маски. И, что самое интересное, заставляет всех женщин делать то же самое. Заставляет всех следить за собой. здравствуй. Здравствуйте. Хлеб привезли? Как поживаете? Спасибо, все хорошо. На другом конце Иравского района, у границы с Кабардино-Балкарией, живет еще одна удивительная осетинская женщина. Она появилась на свет за два месяца до начала Первой мировой войны. В 2014 году Хулемат Хационова отметила вековой юбилей. Меня зовут Хулемат. Мне уже сто лет. Супруг Хулемата Маровны умер в 1973 году. Последние 40 лет она фактически главный человек в доме Хационовых. К ее советам родственники прислушиваются до сих пор. Молодежь сегодня хорошая. Конечно, они живут не как мы, но и время другое. Нам было легче жить. Им сейчас тяжело. Сегодня молодые часто болеют. Мы здоровей были. Наверное, это самое главное в жизни. Сама долгожительница демонстрирует не только отменное здоровье. Она яркий пример позитивного отношения к жизни кавказских старейшин. Односельчане называют Хулемат самым веселым человеком в поселке. Активная и жизнерадостная столетняя женщина сразу согласилась на нестандартный эксперимент. Хульба Томаровна сейчас мы проведем тест на координацию движения. Я буду кидать вам мяч, а вы будете его возвращать. Начинаем? Процесс старения сопровождается угасанием всех физиологических показателей. Но столетняя Хулемат Хационова доказала, даже в таком возрасте можно сохранить неплохую реакцию и координацию движений. Никогда не подумал бы, что сыграю в мяч со столетним человеком. Вы справились замечательно. Тяжело было? Легко. В чем причина бодрости и стойкости этой феноменальной бабушки? Собственных секретов долголетия у нее нет. Главное правило Хулемат Хационовой разделяют большинство местных старожилов. Надо работать хорошей. Работать надо, не лениться. И здоровье будет. Старинное село Лескен финальная точка нашего научного путешествия по Северному Кавказу. Изучив историю жизни, привычки и психологию возрастных рекордсменов, этногенетик Мурад Джоубермезов готов составить свой рейтинг кавказского долголетия. Конечно, важна хорошая наследственность, но родители не выбирают. Поэтому необходимо было бы для начала переехать в местность хотя бы на тысячу метров над уровнем моря. Во-вторых, очень важна забота близких людей. Нужность, любовь, все это способствует продлению жизни. В-третьих, необходимо есть местные, сезонные продукты. Ну и, наконец, последнее правило, это физическая активность необходима в любом возрасте. Российский ученый сделал свои выводы. Горный климат, большая семья, натуральное питание и физический труд. Каждый из этих элементов может подарить лишние годы жизни. Расширить свод законов долголетия задача следующего эксперта нашей программы. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»